Израиль, после начала войны, вернулся к прежнему проактивному подходу, эксперт. Израиль решил вернуться к стратегии, которую он исповедовал много лет. Отныне Тель-Авив не реагирует, а инициирует. Об этом рассказал политолог, профессор университета Бар-Элан Хеев-Ханин, в материале «Новости Украина год после атаки Хамас. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше. Сейчас, как вы видите, в израильском руководстве принято решение вернуться к прежнему подходу, который много лет оно исповедовало, о том, что действия должны быть не реактивные, а проактивные. То есть, нужно не реагировать на то, что мы имеем, а инициировать процесс», — рассказал Ханин. По словам эксперта, Израиль и раньше наносил авиаудары по военным целям врага, впрочем, сегодня атаки стали более массированными. В частности, он напомнил о том, что Тель-Авив ликвидировал руководство Хизбаллы, парализовал систему связи движения подрывом пейджеров, начал наземную операцию против Хизбаллы. Несколько дней был нанесен масштабный удар по инфраструктуре хуситов в Йемене. Операция в секторе Газа. 7 октября 2023 года боевики Хамас совершили нападение на Израиль, в результате которого погибло более тысячи человек, а сотни попали в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа. Вскоре Хамас освободил примерно 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время нападения. Федеральное бюро расследований, ФБР и Министерство внутренней безопасности в США предупредили, что приближение годовщины теракта, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистских группировок. Тем временем военный эксперт Игорь Левин рассказал, как изменился боевой потенциал Хамаса после начала войны.